привет сегодня хотел бы затронуть такую интересную тему как компульсивное поведение компульсивное поведение это зависимое поведение вот в нем есть такие же триггеры как и в зависимости и этот нюанс очень важно тебе знать потому что если ты не знаешь этой темы то трезвость она не будет комфортный смотри ты бросил пить да есть риск что ты будешь поддерживать но другой вид какого-то зависимого поведения этого делать не нужно что такое компульсивное поведение ты когда ты делаешь что-то на фоне боли который у тебя есть чтобы убрать эту боль чтобы уйти от реальности формула обычная если на фоне боли ты делаешь какое-то дело чтобы убрать эту боль ты получаешь краткосрочный кайф там или удовольствие да и долгосрочный бой в этом то есть весь минус компульсивного поведения ну приведу пример что это такое может быть например компьютерные игры даты ну прямой вид компульсивного поведения ты уходишь от дискомфортной реальности ты чувствуешь какой-то дискомфорт в жизни да ты убегаешь от нее ты хочешь получить кайф ты получаешь какое-то удовольствие да но возвращаясь в реальность ты ощущаешься больше дискомфорт но он уже по времени будет гораздо больше чем ты пробовал в игре если например в игре ты там ощутил высвобождение эмоций да которая сопровождает комплексивное поведение там в течение двух-трех часов рассчитывай смело на неделю внутреннего дискомфорта мы говорили об этом в ролике о других видах зависимости здесь идет еще более шире тема еще примеры компульсивного поведения переедания то есть есть можно компульсивно и некомпульсивно да когда ты кушаешь пищу для того чтобы удовлетворить голод это нормально ну поел все там и удовольствие получил и голод удалил когда ты ешь для получения кайфа для удовольствия это уже компульсивное поведение теперь я снова счастлив у меня есть печенье вот это да вот это да да счастье отсюда ожирение отсюда то что ты постоянно переедаешь почему так много людей до стран с излишним весом то что не занимается компульсивным поведением это их наркотик они кушают не того чтобы утолить голод чтобы струбить кайф чтобы убрать внутреннюю боль свою а я так счастлив как же мне хорошо я очень счастлив понимаешь и в итоге получают долгосрочную раздражительность какую-то который еще сильнее гоняет зависимость я о нет печенье кончилось о нет мне снова так грустно нет больше печенья знаете это поедание печенье такое трогательное занятие вообще компульсивном поведении может быть что угодно ты можешь одну и ту же вещь делать компульсивно и некомпульсивно когда ты уходишь головой в дело когда ты погружаешься когда ты хочешь просто нырнуть и забыться там да это компульсивно когда работаешь без остановки по несколько часов подряд не компульсивное поведение это когда-то осознан ну выполняешь определенное время дело позанимался до с конкретной целью да и успокоился там переключился на другие сферы жизни то есть работа может быть компульсивной что еще может быть общение когда ты спокойно общаешься с человеком когда ты стараешься слышать его ты ведешь диалог да ну двусторонняя связь а когда ты встречаешься да и лупишь лупишь свое там не не понимая что тебе говорят вообще с той стороны это компульсивное общение ты сверх энергично общаешься можешь потом заметить за собой вот и все и все виды компульсивного поведения они дают тебе какое-то облегчение тебе кажется во как бы происходит в освобождении эмоций такое но потом следует долгосрочная боль анонизм просмотр порнографии все это прямые виды компульсивного поведения зависимого поведения я хотел тебя предупредить чтобы ты знал об этом потому что трезвость она не будет комфортной если ты будешь вести себя зависимо продолжать а риск очень велик то есть уйма вещей которых можно делать сознательно спокойно до собственные увлечения там по работе что-то делать хобби спорт общение отдых все это можно делать размеренно и и быть в гармонии с собой да нужно во всем соблюдать норму вот мы зависимые люди мы привыкли ударяться в крайности да там что-то возводить на пьедестал жизнь говорит вот все это моя цель и и тикни там сломяку игнорируя другие области но это делать не нужно чувство нормы это то что должно просто войти в твою жизнь один мужчина например буквально восприняв там бросить пить и начать заниматься спортом советую заниматься спортом умеренно да спокойно желательно там раз в два дня он же каждый день начал бегать там по семь километров приходит домой дома семья жена дети да он просто одевает форму убегает куда-то там на два часа ежедневно это компульсивное поведение начались проблемы в семье и разумеется только потом он осознав он сбавил темп он понял что он ведет себя компульсивно его цель не поддержать себя физически форме было убежать от реальности другой тоже бросил пить но начал там вечером встречаться с другом пить кофе с пончиками до постоянно ежедневно там играть в покер курить тоже лицо компульсивное поведение то есть вместо того чтобы вернуться в реальность до посмотреть прямо на те проблемы которые есть в жизни человек просто уходит поэтому нужно отдергивать себя постоянно понимаешь нужно быть более осознанным вовремя останавливаться хотя ты видишь возможность ты можешь уйти от реальности да так по легкому нужно себя одергивать соблюдать норму умеренность вот это то к чему нам нужно стремиться не ставить себя на unlimited да там безлимитный какой-то вид дети деятельности маниакальный серфинг соц сетях считается компульсивным поведением ты по 30 по 50 по 100 раз заходишь в контакте да там или в одноклассники да постоянно листа и все там где лайки поставили репосты все это ведет тебя деструктивному состоянию потому что ты проявляешь зависимое поведение чем больше ты осознан тем меньше твоей жизни компульсивного поведения возможно тебе покажется что ты не получишь того должного кайфа если ты откажешься от каких-то своих зависимостей но поверь ты получишь гораздо больше удовлетворения если ты не будешь при не применять зависимое поведение у тебя будет ровное спокойно состояние всегда понимаешь то что ты сейчас возможно получаешь там буквально несколько минут часов когда ты применяешь зависимость там удовлетворение если ты откажешься от зависимости будешь чувствовать себя постоянно ровное спокойно состояние ты будешь испытывать всегда если не будешь применять компульсивного поведения и тоже не понимая меня буквально да то есть отслеживай какие-то жесткие зависимости избавляясь от них то есть не нужно себя полностью сейчас оградить от всего мира да я сказал что можно вполне некомпульсивно действовать в норму отдыхать в норму работать в норму развлекаться в норму заниматься своим хобби в норму общаться вот этот гармоничный круг он должен преобладать в твоей жизни но он не будет сам по себе ты должен осознанно уделять время планировать на все эти вещи со временем тебе понадобится все меньше контроля потому что такой образ поведения он будет у тебя уже подсознательно вот это понимаешь и есть трезвый образ жизни когда у тебя жизнь гармоничная когда ты стараешься делать все гармонично а если тебе что-то доставляет боль то вместо того чтобы убегать от реальности ты лучше спланируй как убрать эту боль если не знаю там тебе например не нравится работа твоя проблема в отношениях или это мало денег ты лучше спланируй как убрать корень проблемы чем постоянно убегать от нее это будет гораздо эффективнее понимая что ты сейчас живешь не так как тебе хочется да но это не повод бежать от реальности пойми реальность не станет лучше она станет только хуже потому что ты отворачиваешься от нее а проблемы знаешь имеет такое свойство усугубляться со временем это что сейчас ты еще можешь решить со временем она может стать фатальным когда тебе будет очень тяжело выбраться из какой-то проблем это связано со всеми сферами поэтому чем раньше ты откажешься от страусиной тактики повернешься лицом к тем проблемам которые действительно есть в тебя в жизни построишь план и начнешь маленькие маленькими шагами постепенно без панацеей двигаться к направлению решения своих проблем тем раньше твоя жизнь станет еще более удовлетворительным более лучше чем есть сейчас и но и сейчас ты уже на правильном пути поэтому вот помню про компульсивное поведение старайся минимизировать своей жизни неосознанные зависимости вот и тогда твоя трезвость станет комфортной приятной тебя будет всегда ровно и спокойно состоянии а это есть главный плацдарм для свершений для различных достижений в жизни и и и и и и